Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы потом спрашиваем, а что же с пьяным водителем? Продули его, оформили? Он говорит, что он трезво оказался. Мы говорим, ну вы же его проверили, правильно продули. Он говорит, нет. Я его посадил в машину и не выявил признаков. Сейчас, извините. Да, на связи. Что, помощь надо, нет? Не, не надо. Вот, ну и как вот относиться, это в Воронеже было. Вот и как относиться к таким сотрудникам? Когда, ну... Ну, сначала сказал, что он пьяный находится, правильно? Или как? Есть признаки. Ну, мы-то с вами, все люди, ну, могут, большинство людей, отличить призово отрядов. Когда у человека заплетается язык, он жует жвачку и всем утверждает, что он не был за рулем, да? Нет, ну, правильно. То есть, вот стандартная ситуация, да. Хотя бы продуть его. Если он под наркотическим опьянением, вы можете отличить человека от наркотического опьянения? Ну, видно, если человек в опьянении, в каком-либо, да? А там уже отличает только доктор, сами понимаете, да? В алкогольном или наркотическом. Ну, несмотря на то, если он наркотическое опьянение, сами понимаете, разные виды наркотиков. Ну, да. Ну, перво-наперво, надо продуть, правильно? Если есть основания. Если есть, конечно. Ну, конечно, они будут. Запах алкоголя. Конечно, все это было, все это было, понимаете? Ну, вот это куда-то исчезло. Просто вот как камера исчезла, так эти признаки куда-то исчезли. Вот. И не хотелось бы, на самом деле, чтобы вот всех полицейских под одну гребенку с такими, ну, сравнивали, правильно? Вот. Хотелось бы, чтобы... А мы от этого страдаем. Да. Хотелось бы, чтобы вы, вот, Сергей, как положительный образ, все по закону, все по регламенту. Административному. Остановили меня для проверки документов, например, или для в целях мероприятия, да, проводимого вот этого. Убедились, что я отрезвый. И все, пожелали мне счастливого пути. Все. Сказали мне до свидания. Все было по закону. Все по закону. Все счастливого пути, аккуратнее. Все. Спасибо вам. Спасибо вам, Сергей. Дедушка. Дедушка. Павел. Да, Павел. Будьте аккуратнее на дорогах. Дороги не терпят, знаете, погрешности. Да. Строго с соблюдением по ДД. Строго с соблюдением из коронавируса. Да. В том числе. Спасибо вам большое. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Ну что, ребята, вот такой полицейский Сергей у нас был. Поступил абсолютно правильно. Поговорили с ним. Он убедился, что я отрезвый. Документы просить. Настаивать не стал на документах. И это хорошо. Это хорошо. Это у нас Ростовская область. Мост через Дон, объездная вокруг Ростова. Здравствуйте. Только что проверяли. Не проверяли? Да. Там, перед мостом. Сергей. Возьми, скорее, после мостов. А вы забыли сообщить по цели, причинам обращения. Да, это документы операции трезвого декоратива. Да. Я трезвый? В документах же написано. Трезвый декоратив. Вы требуете от меня? Что? Требуете от меня? Должны обязанности. Ну, требуете вы от меня? От меня. Хорошо, я вам предоставлю документы. Но я считаю, что ваше требование незаконным. И в данном случае на вас будет написано «Галубы». Вы согласны со мной? Да, конечно. Хорошо, можно ваше удостоверение? Пожалуйста. А поимов Борис Владимирович, инспектор ГИБДД, ДПС. Годит до, можно? Тольчик. 2020 года. Да, все хорошо. Так. Я вам предоставлю документы. А почему же вы сразу не сказали цели-причину обращения? Что-что? Почему же вы сразу не сказали цели-причину обращения? Вы уже вы просто не слушаете? Нет, ну как вы сказали сразу? Здравствуйте, представились и ваши документы. И все. Правильно? Подошли вам, представились. Да. Значит, не все, что вы обязаны сделать, правильно? При обращении. Так, пожалуйста, СТС. Вот здесь, куда-то ссорим. Павел Ильич, я вам запрещаю съемку обнародовать в сети интернет. Хорошо. В личных целях вы можете посмотреть в сети интернет? Буду использовать для написания жалобы на вас. Все, до свидания. До свидания. Какие-то они дикие, ребята. Ну как дикие, вежливые, что-то все. На каждом посту становились, конечно, это дичь. Мог Сергей нам так подсобил. Предыдущий, да? Который не проверил документы. Так отпустил. Я даже не знаю. Ну, на этом инспектору будет написана жалоба. Как минимум, за то, что он не представился. Запрещал публиковать в сети интернет. Просто зачем они документы проверяют, если у них операция нетрезвый водитель? Это вообще очень непонятно. Если Сергей как бы пообщался со мной, понял, что я трезвый и что в документах он ничего нового не увидит, отпустил меня, то вот этот вот человек как бы решил получить на себя жалобу. Ох, смотри. А вот жмонают тут водителя. Что-то багажничек открывает, да? Нет, сейчас их хоть не открывают, видимо. А, номер, номер протереть. Все, все нормально, ребят. Вот. Так что такие дела. Ну ладно, поехали мы, в общем, дальше. Что-то нет. Пока что. Так вы взботели на меня. Ну, в общем, посмотреть, сукировая балка нас сегодня не остановила. Так что дополнительного контента не получилось. Но два раза в Ростовской области остановили нас, да. Один раз не настаивали на проверке документов. Мы так пообщались с инспектором Сергеем. А второй с инспектором, не помню, как его зовут. Я ему, собственно, специально не стал спорить. Он там сначала не в полном объеме представился, там, да. Вот я думаю, как отреагирует руководство на подобную жалобу. Вот. Что мы с вами, собственно, и проверим. И проверим. И не знаю, наверное, в телеграм-канале будет выложена эта жалоба. Эта жалоба будет выложена в телеграм-канале в нашем. Ну, или в инстаграме, там. Ну, или в ютубе. Или везде сразу. В любом случае, надо подписаться и на инстаграм, и на телеграм-канал. И даже на группу ВКонтакте. Ссылки все в описании. И, конечно же, нужно бороться за свои права, ребят. И нужно приучить инспекторов, что нельзя, все-таки нельзя просто так проверять документы. Нужны веские основания. А человек, гражданин и водитель априори законопослушные. И нельзя его ни в чем подозревать без осадочных оснований. Самый прикол, пацаны, тех гаишников двух Ростовской области, да, Сергея, который, по моему мнению, поступил правильно и не стал требовать у меня документа, отпустил, да, потому что не было оснований для проверки. И второго, не помню, как зовут. Вот мне интересно, напишем жалобу на второго и приложим ссылку на один и тот же ролик. И вот мне интересно, кто из них правильно поступил. Сергей? Ну, по моему мнению, естественно, он правильно поступил. Либо же второй, который потребовал, ведь мне пофигу на жалобу и так далее. Ну, вот посмотрим. Таким образом столкнем их лбами. Вот. Ну, все, ребят. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик, подписывайтесь на наш телеграм, канал, инстаграм и группу ВКонтакте. В инсте, кстати, стрим запустил. В таких ситуациях всегда делаю стримы в инстаграме. Так что подписывайтесь обязательно. Все ссылки в описании. Все, всем удачи. Всем пока. Боритесь за свои права.